Приветствую вас и совершенно очевидно, что это набрасывалось давно. То есть вся вот эта ситуация, которая произошла с вами и вашим молодым человеком, она не может быть сама по себе воспринята. То есть как отдельное обстоятельство. Вы знаете, это все очень здорово и сильно напоминает то, что мужчина целенаправленно специально вывел вас на некий конфликтный момент, который он придумал, который он специально сгенерировал, зная, как вы на это реагируете, зная, что вам будет неприятно, зная, что вы в силу своих моральных убеждений, моральных принципов, взглядов на личную жизнь, не примите его в этот момент, а лишь только обидите. Не думаю, что за 7 лет знакомства, молодой человек не мог не знать, как вы относитесь с сексом втроем. Не думаю, что мужчина не мог этого не знать. Скорее всего, он знал и целенаправленно вас спровоцировал на негатив, на то, чтобы вы выразили соответствующее мнение, на то, чтобы вы осуществляли соответствующее поведение, которое он мог бы истолковать как негативное по отношению к себе, и опираясь на него, пришел бы и разрылся с вами. Почему такая точка зрения показалась мне наиболее вероятной? Потому что молодой человек очень спокойно отреагировал на то, что вы расстаетесь. И три года – это как раз один из кризисов в отношениях, когда чувства могут остывать, когда чувства могут проходить, когда эмоции могут немножечко добавляться в обороте, и из-за этого кажется, что человека больше не любишь, из-за этого кажется, что все, что было хорошего в отношениях, ушло, осталось только какая-то привязанность, привычка, надоедливость и так далее. И, конечно, у молодых людей, особенно в вашем возрасте, это выражено достаточно насильно, что я могла обусловить такое поведение вашего молодого человека. То есть он не мог просто прийти к вам и сказать, «Ты знаешь, я хочу с тобой достаться, я больше не чувствую тебе ничего, и нам нужно хотя бы какое-то время помыть отдельно». Молодой человек сказать такого не мог, молодой человек, видимо, не наступает смел и не готов брать на себя ответственность за разрыв. То есть по сути не готов брать на себя ответственность ситуации, когда у него нету обратного хода, нету, нет куда возвращаться. А этот человек представил себя так, что виноваты вы, пусть и не полностью, но все равно виноваты вы в этом, то есть вы провоцировали данный конфликт. И, естественно, он не принимает ваши попытки давать отношения, потому что ему это не выгодно. Потому что для него это не является целью на данный момент, а на данный момент цель для него это, наоборот, таки с вами расстаться. И я думаю, что вам сейчас не нужно ничего писать, не нужно ему звонить, не нужно ничего ему говорить, потому что все, что вы могли сделать, вы уже сделали, все, что вы могли сказать, вы сказали, но если человек не хочет слушать, не хочет слышать вам, то, соответственно, нельзя говорить о том, что отношения можно наладить. Потому что наладить любые отношения можно только тогда, когда на это есть желание двоих людей, а у него такое желание отсутствует. Предположим, что молодой человек действительно обиделся на вас, ну, как вот вы говорите. Что в этой ситуации можно и нужно сделать? Значит, вы сами говорите, что он упрямый. Вы сами говорите, что ли он что-то решил, то так и будет. И это значит, что если вы будете стремиться его переубедить, это значит, что если вы будете стремиться как-то его, да, направить на свою позицию, то он будет еще сильнее от вас накрываться, он будет еще больше настаивать на свою, то есть, по сути дела, вы лишь только усугубите ситуацию. Понятно, что делать этого не стоит, и понятно, что молодой человек должен прийти сам к каким-то решениям, а эти решения он может принять наиболее вдвешенно, наиболее правильно, наиболее отвечающие его требованиям, отвечающие его целям только тогда, тогда он не находится под давлением. То есть, для того, чтобы мужчина решил, нужны бы ему или нет, а ведь по факту между вами произошла, ну, не такая очень глобальная ссорь. И в этой ссоре, действительно, ну, мужчина, он, по сути, сказал вам, пусть и в шутку, но на следующее, что ты знаешь, вот мне одной, тебя мало, я хочу сразу с двумя. И, естественно, мы не могли на это не обидеться, кстати, как он обиделся на то, когда вы предложили двумя мужчинам. Ну, вот почему-то, значит, с двумя девочками согласен, а двумя мужчинами нет. Влучшаются двойные стандарты. А если двойные стандарты, значит, можно говорить о том, что молодой человек, по сути дела, направлен только на удовлетворение своих интересов, на поддержку того, чего хочет он. и в меньшей степени на поддержку того, чего хотите вы. И вот этот момент тоже довольно достаточно показателен. Он как бы определяет то, чего ваш мужчина хочет. Он как бы определяет то, к чему ваш мужчина стремится. Он как бы определяет то, что для вашего мужчины сейчас наиболее важный. А важный для него именно свои интересы. Тут последнее, наверное, решение, что он считает вас уже своим достижением. Он вас добился, он понимает и знает, что вы от него никуда не денете, и он может вот так вот себя вести. Соответственно, вам безнонно проявить характер, проявить защиту своих интересов, своих ценностей, и не идти на, скажем так, манипуляции подобного рода молодого человека, осознанно или неосознанно, это не важно, на манипуляции не идти, защищать свои интересы, свои цели, заблиять личные границы, не позволять так с тобой обращаться, а молодой человек обращается с вами очень плохо, некрасиво. И, значит, дать ему время подумать, дать ему время подумать себе, то есть я понимаю, что вы его любите, я понимаю, что вы хотите быть с ним, но нужно понимать. Если молодой человек не хочет, если молодой человек направлен на то, чтобы с вами расстаться, то он так или иначе этого добьется. И чем больше вы стремитесь его к себе привязать, тем сильнее происходит анталит. А чем раньше вы покажете, что вам и без него неплохо, тем раньше вы покажете, что вам хорошо с одной или с кем-то другим, тем больше вероятность, что он на то, он боится вас потерять. И тем больше вероятность, что он будет вас вражать, то есть снова с вами сближаться. Но если вы свою независимость не покажете, то надеяться на сколько-нибудь серьезные равноправные отношения у вас не будет. в том числе они возможно только тогда, когда люди все-таки как-то равны самозазнанию себя и когда они не зависят друг от друга в отношении мира. Тут вы не подумайте о том, насколько вы в человеке в этом заинтересованы. То есть, а вот вы говорите, что вы его любите, и это очень хорошо, то, что вы его любите. Но, что есть любовь? Любовь – это желание сделать человека счастливым и стремиться что-то для него делать, безусловно. Подумайте, а сколько ли это удерживает вас рядом с ним? Нет ли у вас какой-то личности заинтересованности в нем? Нет ли чего родоковывать, что вы получаете только по взаимодействию с ним? То есть, нет ли таких желаний, которые вы могли бы удовлетворять только вот непосредственно через взаимоотношения с молодым человеком? И вот это желание и будет ядром сердцевины вашей зависимости от него. соответственно, это желание нужно удовлетворить напрямую, не через него, чтобы не быть от него зависимым, потому что он от вас не зависим. И вот тогда, когда вы окажетесь в едином, в равном положении, можно говорить о нормальном течении отношений. А это нормальное течение отношений заключается в том, что если вы мужчину любите, то понимаете, что вот он ушел от вас, грубо говоря, бросил вас, значит, так ему лучше и без вас он счастливее. Знаете, вы как любящий человек принимаете это и живете дальше. Если он поймет, что без вас не может, увидит, что вы живете дальше, он вернется. но унижаться перед ним не стоит. Унижаться перед ним не добавит вам каких-то плюсов, каких-то достоинств и так далее. Следующий момент, который я хочу сказать, заключается вот в чем. Если вы чувствуете, что не можете его отпустить, если вы чувствуете, что не можете вот так просто принять, что он нашел, то у вас личная заинтересованность привязанность может быть какая-то зависимость, тогда это зависимость нужно разбирать, чтобы как можно быстрее освободить вас от нее, дабы вы могли адекватно, объективно взглянуть на эти отношения и поступать в них все-таки как взрослый человек, а не как зависимый, который находится по отношению к партнеру, ниже него и в менее выигрышном положении. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. отступать. Спасибо. Спасибо.